все доброе утро дорогие друзья доброе утро я вернулся в этот в израиль ой из израиля вернулся из израиля в киев а как раз кофе делал да это да вернулся из израиля в киев и продолжаем цикл уроков мишли притчи царя соломона по продолжаем постигать великую мудрость торы небесе великую мудрость торы продолжаем постигать яков шатанин нас смотрит все и значит счастье вот и ну что что не стюрой так фай фай да он то запись то интернет как-то не очень качество подключения доступно сейчас мы перешли на личную связь у андрей полищук хорошо значит евгений шарапов все продолжаем изучать притчи мишли притчи царя соломона и значит сегодня у нас очень важны как всегда что же нас со связью это интернетовская стала то есть у нее то уже даже на этом самом я на этом виду как-то не очень да хорошо все значит все равно будем изучать а там как бог даст мы должны делать свое а бог уже нам сделать свое может комиссару шалом все брухата и так 28 глава мы последний отрывок был 19 который мы в тот раз разбирали да было написано что овэд адмато из балэхом что тот кто обрабатывает землю он насытится насытится хлебом абсолютно точно то есть все земледельцы насытятся светом и насытятся хлебом умераде фрейтим из бариш и тот кто годится за пустотой он 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 насытится бедностью это мы изучили повторять сейчас не будем можно посмотреть прошлый прошлый урок но тут все понятно то есть когда ты выбираешь свой жизненный путь то ты должен понимать что есть есть понятные простые пути да пути например там земледельца вот у него земля вырастил не вырастил путь сапожника простой путь путь портного простой путь то есть ты сделал получил сделал получил сделал получил все понятно а есть тот кто гонится за пустотой у него он насытится бедностью что это значит еще одно из объяснения очень хорошее да о жена моя пришла меня слушает очень важно значит когда человек что такое бедный что такое богатый есть там можно ставить какие-то абсолютные величины но это будет неправильно и нечестно потому что богатство бедность относительно даже в абсолютных величинах например в на на кубе человека у которого есть 10 тысяч долларов он очень богатый его могут за это правда в тюрьму посадить если у него здесь тысяч долларов а в америки он бедный а в северной корее он опять богатый но его в тюрьму посадят то есть абсолютно величина не считается определением по торе бедности или богатства является определением бедности и богатства по торе это уровень достаточности то есть кто богатый в перте его отговорится а сама их быхалко рады своему уделу то только кто-то рад своему уделу то есть в этот момент если у человека есть избыток то он богатый вот например я всегда это говорю что моя теща любимая она богатая женщина то есть я всегда хватало то есть я никогда не было чтобы она что у нее всегда оставалось немного то есть сколько бы она не зарабатывала у нее всегда оставалось немного излишка на подарки внукам там и так далее она всегда была богатая были у меня знакомые, которые были миллионеры, но которым не хватало. Они все время были в поисках, в такой погоне за деньгами. Еще кредиты, еще кредиты, еще нужны деньги, еще нужны деньги. Открываю новое. И вот именно вот этот вот уровень недостаточности, это бедность. Когда тебе не хватает, это бедность. Так вот здесь нам говорится, что тот, кто работает на земле, он насытится хлебом. То есть ему все понятно. Он много не ожидает. У него есть поле, зерно, потенциальный урожай. Все. Он собрал урожай, отдал десятую часть, у него есть на покушать и избыток. Понятно, да? Теперь, а тот, кто все время гонится за пустотой, то есть если человек хочет, вот он миллионер, он хочет стать миллиардером. А что такое стать миллиардером? Это миф. Это такой, не эти миф, который, ну как это, это круто стать миллиардером. И он для того, чтобы стать миллиардером, он занимает деньги, включается в новые проекты, не может из них выйти и так далее. Понятно, да? Все. Значит, это мы уже прошли, что тот, кто гонится за пустотой, он насытится бедностью. То есть у него, его выход все время, он будет как проваливаться в песок. Теперь дальше. Двадцатый отрывок. Иш эмунот раф брахот. Переводится так. Человек эмунот, эмуна это вера. Человек доверенный, скажем так, можно перевести. Раф брахот. Будет у него много, много у него будет благословений. В ац ля ашир ло инаке. А тот, кто стремится очень сильно бежит для того, чтобы разбогатеть, не очистится. Значит, тут очень интересный такой момент. Значит, говорят, что когда человек умирает, ему первый вопрос задают, был ли ты честный в бизнесе, в торговле, ну, в Масау Матан. То есть, мы все занимаемся, чем занимается человек в мире, да? Он что-то производит, какую-то пользу, и он за эту пользу получает какие-то деньги. То есть, если по-простому взять эту схему, каждый из нас большую часть своей жизни производит какую-то пользу и берет за нее деньги. И мы все время находимся в переговорах с другими людьми, и вот в этих вот финансовых взаимоотношениях. Мы что-то даем и что-то от них получаем. Что-то даем, что-то получаем. Теперь спрашивают, спрашивают, когда человек умирает, был ли ты честный в этих взаимоотношениях? Потому что есть соблазн очень большой у человека обмануть. Очень большой соблазн, значит, огромный соблазн. Вот прямо в простых каких-то вещах, где-то взять больше, где-то не додать, где-то, ну и так далее. Я не буду сейчас перечислять все случаи. Теперь есть известная история в Талмуде, как был такой раб Иуда, он был глава мудрецов. И вот раб Иуда этот, несмотря на то, что он был глава мудрецов, то у него было еще, он делал вино. И вот как-то написано у него, у него стисло 400 кувшином вина. Он, значит, ну не понимает, это неприятность, то есть человек занимается виноделием. У него стисло 400 кувшинов, целый урожай. Значит, мудрецы ему говорят, ну, значит, надо посмотреть, пускай, значит, наш учитель посмотрит на свои дела. Это нас учат прямо в Талмуде. Начало Талмуда, доброход. Говорится, если пришли страдания, должен ты проверить свои дела. он говорит им, мудрецам, а вы что, меня подозреваете, что я сделал что-то нечестное? Говорит, вы что на меня, типа, ну, это как, что за дела вообще, вы меня подозреваете, что я нечестный человек? Они говорят, нет, ни в коем случае. А ты что, подозреваешь, что хозяин мира делает суд без причины? Что он просто так вот ни с того ни с сего тебе сделал неприятность? Он говорит, ну, да, в принципе, вы правы. И он начинает, он сел, обдумал все свои дела и говорит, не знаю, не знаю. То есть, я не могу найти, где я был неправ. А в Талмуде же, в проход в начале, написано, что если ты проверил свои дела и не нашел причину, значит, ты мало учил Тору. Но хотя Раби Иуда, он же много учил Тору, и там дается третий вариант, что может быть, это страдание из любви Бога к тебе, он хочет увеличить твою награду, но Раби Иуда не думал, что он такой большой цадик, и он все-таки понимал, что где-то он совершил ошибку, но не понимал какую. И он им говорит, скажите вы, скажите вы, что я сделал неправильно. Тогда мудрецы ему говорят, смотри, говорят, был у тебя арендатор в прошлом году, которому ты, значит, не доплатил, то есть был арендатор поля, который платил ему, должен был платить аренду, и как-то они с ним поругались, он что-то у этого арендатора забрал, что-то ему не доплатил, не додал, там как-то у них была, я не помню точно, вот с арендатором, в какую сторону он ему не доплатил. Раби Уда говорит, как это я ему не доплатил, это он мне деньги должен, он у меня воровал там столько, что, ну, то есть он у меня воровал, и я просто вернул то, что он у меня украл. А ему мудрецы говорят, украл у вора, все равно воровство почувствовал. Что имеется в виду? И там идет целый разбор. Оказывается, действительно, этот арендатор у него воровал, но когда он у него воровал, Раби Уда это не замечал, и тот у него уже украл, продал, потратил и так далее. Потом, когда Раби Уда узнал, что тот у него воруют, он у него что-то тоже забрал, чтобы вернуть тот долг. Но то, что он у него забрал, уже не было то, что тот украл у него, это была уже другая вещь. То есть, если бы он забрал, вот один ворует вещь, а второй хозяин вещи, он эту вещь схватил, имеет право полнейшее. Но если вор украл, И он эту вещь уже продал, потратил и так далее. И потом приходит хозяин, у которого украли вещь. Даже в современном законодательстве, я думаю, что это так же работает. То есть один человек у другого одолжил деньги и не отдал ему деньги. Не отдает он ему деньги. Приходит второй к нему домой и забирает у него телевизор. Забрал телевизор. Теперь, когда он у него забрал телевизор, тот звонит в полицию. Приходит полиция, того арестовывает. За что? За то, что грабеж среди белого дня украл из дома телевизор. Тот говорит, так он мне должен был деньги отдать. Я же ему занимал. Ему полиция скажет, нет, те деньги ты должен у него забрать по суду. И суд должен у него вытащить эти деньги. Ты должен, во-первых, доказать. Во-вторых, суд только имеет право забрать у него в уплату долга телевизор. А то, что ты забрал у него телевизор, на тебя открывается уголовное дело за грабеж. Понятно, как работает? И вот они ему это сказали. И он тогда, вот тут уже выбор человека. Он может сказать нет и стоять на своем. И мы учили это в предыдущем отрывке. Мы учили, что тот, кто, тот, кто, 13 отрывок был, покрывающий свои проступки, не преуспеет. У моде, а тот, кто моде, тот, кто признает Ваузев и Рухам, тот, кто признает и оставляет, на того будет милосердие. И вот тут выбор всегда человека. Если ты даже делаешь неправильную вещь, то у тебя есть, или ты давишь дальше, продолжаешь доказывать, что ты прав, или ты делаешь шаг назад. Раби Уда, он сказал, признаю свою ошибку, отдал этому арендатору то, что он у него забрал, отдал этому арендатору. И в этот момент, что интересно, в этот момент, говорит Талмуд, что такое милосердие будет на тебя, если ты признаешь свою ошибку. Говорит Талмуд, что уксус этот, ну, с тише в вино, да, превратилось обратно в вино. И Талмуд говорит, ну, это, это, зачем, это не так. Есть второе мнение, то есть, эта же история передавалась. Говорит, нет, там не, не было такого, что уксус превратился в вино. Просто очень подорожал уксус. Бывает, что вино сильно дешевое, ну, то есть, рынок регулировал цену. И уксус в этом году поднялся на очень большую цену. Он продал этот уксус за те деньги, которые планировал продать вино. То есть, он не потерял в финансах. Теперь, значит, что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что, когда человек ведет свой бизнес, у него много очень шансов ошибиться, не доплатить, переплатить, кому-то не вернуть деньги, кому-то и так далее. Теперь, нам в 20-м отрывке царь Соломон говорит, человек эмунот, раф брахот. То есть, тот, кто делает все честно, на него будет много благословений. То есть, будет много благословений, откуда к нему будет приходить, хорошая репутация, там еще что-то, непонятно. Но мы видим, что бывает, что у людей есть благословения, и они прямо растут и в деньгах, и во всем. Бывает, что у человека нет благословения. Так, здесь нам царь Соломон сказал, если ты ведешь дела честно, будет много на тебя благословений. В ац ля ашир ло и на кэ. А тот, кто стремится разбогатеть любыми путями, он не очистится. То есть, что имеется в виду? Что где-то он запачкается обязательно. И, как говорится, что все, я помню какую-то фразу, что все крупные состояния нажиты нечестным путем, что по пути там тот же Рокфеллер, тот же и так далее. То есть, по пути все равно, когда идут большие деньги, они все судятся, у них идут суды за судами. И мы это видим, что вот любые там миллиардеры, миллионеры, суды за судами. Понятно, да? Поэтому тот, кто стремится разбогатеть, должен знать. Цена за это, это суды и чек не очистится. Дальше. Двадцать первый отрывок. Акер по ним лотов. Акер по ним это лицы признания. Акер по ним это, вот я знаю, ну как бы особое отношение к некоторым людям. Вот что такое Акер по ним. То есть, когда... Лицеприятство. Лицеприятство. Лицеприятство, это нехорошо на русский переводе, да? Что такое лицеприятство? То есть, я к одному отношусь так, а к другому так. Ну, то есть, не одинаково. И тот, кому я хорошо отношусь, родственник, знакомый. Знаете, как в Казахстане, как-то на конкурсе Мисс Казахстан выиграл 43-летний племянник главы городской администрации. Да. Так вот, это называется вот лицеприятствование. Акер по ним. Лотов, это нехорошо так делать. Вальпат лэхам и вша говор. И за кусок хлеба согрешит. Говор это человек-человек. Что интересно здесь? Вот смотрите. Здесь нам дается очень интересный такой закон. Вот, например, я знаю там какого-то человека, и я его знаю с детства. Знаю с детства, хороший был парень, я его знаю, вместе учились и так далее. Взял я его на работу. Мне царь Соломон говорит, вот это вот то, что ты его знаешь, да, на это полагаться нехорошо. Почему? И он объясняет же, почему на это полагаться нехорошо. Очень интересная вещь. Вальпат лэхам и вша говор. За кусок хлеба согрешит человек, что даже человек, который прямо такой честный, порядочный всю жизнь, но когда ему нечего будет кушать, когда не будет куска хлеба, там, семью накормить и так далее, он спокойно украдет, он спокойно убьет, он сделает все, что угодно. Когда не будет что кушать, люди меняются. Поэтому он здесь нам дает на весы две вещи. Акерпаним, ты думаешь, что ты его знаешь, так знаешь, что даже если ты его знаешь, когда не будет у него куска хлеба, он совершенно по-другому себя поведет. То есть не полагайся на то, что ты его знаешь, потому что нам Тора объясняет много раз, даже не верь в себя до дня своей смерти, ты не можешь на себя положиться. Ты не знаешь, как ты поведешь себя в той или иной ситуации. То есть человек, он, ну, то есть настолько нестабильное существо, что при внешних влияниях, под влиянием алкоголя, под влиянием гнева и эмоций, там, человека вот так вот колбасит. Так что говорить, что ты знаешь его? Акерпаним, ты, я его знаю много лет, он не может так поступить. Он еще никак может поступить. А то, что ты его много лет назад знал, и ты живешь в том образе, в котором ты его себе когда-то придумал, так это уже, ну, поменялось, это только твой образ. То есть каждый живет в своем кино, и в этом кино он наделяет какими-то качествами каких-то людей, с которыми взаимодействуют. Причем, возможно, что эти люди уже поменялись 250 раз, а как, ну, часто бывает, когда человек особенно развивается, меняется, окружающие люди, они его все время пытаются впихнуть в старые рамки. Они не понимают, что он уже поменялся, изменился, что у него совершенно другая вообще мировосприятие. Поэтому, говорит царь Соломон, а кэр по ним, вот это лицеприятствование, нехорошо. То есть не полагайся на то, что ты знаешь кого-то. Вальпат лэхэм ившаговыр. И за кусок хлеба согрешит человек, если у него не будет что кушать. И не просто человек, а гэвер это, ну, человек-человек. Дальше, 22-й отрывок. Значит, боится за имущество человек со злым глазом. Значит, интересно тоже такой отрывок. Боится за имущество, то есть опасается потерять имущество человек. Ра-Айн это который, ну, жадный такой вот, знаете, со злым глазом, да? А какой перевод? Падок на богатство человек скаренный. Ну, вот переводят абсолютно неправильно. Значит, переводят так, что падок на богатство человек скаренный. Скаренный, не скаренный. Это переводят так на русский. Уитаноэс русский перевод. Я перевожу как суть, суть того, что здесь сказано. Значит, неваль, неваль это как бы, ну, беспокоится. Не верну. А? И не верну. Значит, неваль это, это тот, кто, ну, как бы, боится, волнуется за богатство. Человек, Ра-Айн это, ну, скаренный, да, хорошее слово, жадный. Вело еда тихесер евуэно. И он не знает, что недостаток он приводит себе. Как это работает? Значит, вот, я когда-то слышал по радио, в «Ехал в Израиль» есть такая там передача, один раввин такой, сефардский раввин. Сефарды это, это евреи, которые жили на, в странах, в которых правили мусульмане. Вот они сефарды называются как-то, евреи, которые из Испании, потом разъехались по мусульманским странам. И у них чуть-чуть другой подход к Торе, такой более, вот, у них сгулот. Они очень любят сгулот, это, то есть, они очень любят материальный мир, любят и, ну, умеют, они очень в нем, в материальном мире, как бы, заинтересованы, скажем так, да. То есть, аж-тенадцати евреи, те, которые жили в Германии, и которые потом расселялись, вот, бывшие, например, бывший Советский Союз, они были очень бедные. То есть, там жило, например, в, там, в 1800 каком-то году, жило полтора миллиона евреев на территории Российской империи. Полтора миллиона. Они все жили в бедственном положении. Черта оседлости, голод, там, ну, жуткие условия, да. То есть, в это время сефарцити евреи, которые, вот, вышли из Испании, все, они всегда жили очень хорошо, богато, во всех мусульманских странах они занимали очень видное, такое, хорошее положение. И вот, значит, у них очень было развито, они шли к своим мудрецам, и до сих пор, среди десяти самых богатых раввинов Израиля, восемь, это именно сефарцити, вот эти вот мудрецы, которые давали им хорошие бизнес-советы, и сами умели заниматься бизнесом. У них, там, по 200, по 300 миллионов долларов, и целые семьи, вот эти вот, с Абухацира, они реально знают тайны, как работает этот мир. И вот, один из этих раввинов по радио отвечал на вопросы. И он, значит, отвечал на вопросы людей, и звонит одна женщина по телефону, и говорит, вот, вы знаете, у нас с мужем когда-то была фабрика. Была у нас фабрика, и мы там что-то производили, и мы были очень богатые. А потом, значит, как там у нас пошли дела хуже, и мы вынуждены были фабрику закрыть, и что мы с тех пор не начинали делать? У нас нигде не идет. Вот нигде. Мы открывали после фабрики магазины, разорились. После магазинов там от Илья, разорились. То есть, и все бизнесы, которые мы открывали, у нас ничего не идет. Говорит, почему, как вы думаете? Он говорит, такой этот, Сефард Серовин, такой подумал, такой говорит, а вы когда фабрику закрывали, вот у первого, говорит, вы с рабочими рассчитались? Они говорят, ну нет, мы же разорились, и там у нас были, ну мы кому-то не заплатили зарплаты, все. Он говорит, пока вы с ними не рассчитаетесь, у вас, говорит, ничего не идет, не пойдет. Ничего не пойдет, потому что они вам полностью перекрыли источники благословения, потому что это люди, для которых одна вот эта месячная зарплата, которую вы им не заплатили, это было для них все. То есть, они не принесли эти деньги домой, их семьи голодали, их, ну то есть, это им перекрыло, как бы, кислород, ну это для них было реально. И не важно, что вы разорились, ну эта женщина начала там, знаете, как человек же, он всегда находит оправдание, и она такая, ну вот, мы же разорились, мы же не могли. Он говорит, они не виноваты, то есть, они свою работу сделали, вы должны были с ними рассчитаться. Вы с ними не рассчитались, вы себе перекрыли кислород на, ну на все вот эти годы. Найдите их, заплатите им, заплатите, извинитесь, попросите, чтобы они вас простили, и у вас все пойдет. Вот это он, наверное, отсюда выучил из этого отрывка, что тот, кто слишком жадничает, и он, казалось бы, он тут сэкономил, он сэкономил здесь, потому что он, ну как бы, сохранил, тут недоплатил, там недоплатил, здесь недоплатил. Ло-и-да-тихэсер-я-вэйну. Он не знает, что он на себя наводит недостаток, вот этими же самыми действиями, где он тут экономит, он на себя приводит огромный, ну, недостаток в другом. То есть, перекрывает себе, грубо говоря, кислород и благословение на будущее. Вот такие вот сегодня у нас были полезные бизнес-отрывки. Значит, давайте еще раз повторим, что лучше не гнаться за пустотой, а работать в реальных вещах, потому что пустота, особенно если ты гонишься за ней, и ты туда вынужден все время вкладывать деньги, то это приводит тебя к недостатку, к надеждам, которые, даже если они оправдаются, то они, эти надежды, потом точно так же могут сломаться. Дальше, что когда ты работаешь на этих всех больших оборотах, то есть, мы в 20-й отрывок, что тот, кто честно ведет дела, у него будет много благословений, а тот, кто гонится за богатством, он не очистится, то есть, где-то он обязательно согрешит. Дальше, что лицеприятствование, да, оно нехорошо, потому что ты можешь на человека положиться. Вот у меня был случай, я на одного человека положился, вот прямо вообще, я так ему доверял вообще очень сильно. Бах, а он меня обманул, деньги не отдает и так далее, да. То есть, почему? Потому что ему сейчас сложно, а когда человеку становится сложно с деньгами, он в этот момент, у него меняются взгляды, он найдет для себя 10 оправданий, почему тебе именно деньги отдавать не надо, да. Почему? Берешь же всегда чужое, а давать какое надо? Своё, понятно. И, значит, и следующее, что когда ты относишься с жадностью к деньгам, то тогда ты не знаешь, что ты себе, может быть, перекрываешь благословения. Всё, вот это вот то, что мои были выводы. Я вам советую сделать обязательно свои выводы. Напишите своих раз, два, три выводы, поделитесь этими выводами, напишите эти выводы, обсудите эти выводы с кем-то. То есть, нужно, чтобы та тора, которая входит в голову, потом она внутри переварилась, сформировалась в какие-то установочки, и чтобы эти установочки, они начали ввести к принятию правильных решений. Всё, удачи, успехов, с Божьей помощью завтра продолжим. Всё, всем пока, счастливо.